Можно предположить, что поддержка власти на фоне мобилизации массового отъезда из страны и других сопутствующих событий будет снижаться. Это так? Можно как-то оценить параметры этого снижения? Мы сталкиваемся со значительными трудностями при попытках оценить состояние общественного мнения и особенно его изменения. Это всегда было непросто. Высокий процент отказов от вопросов социологов – это не специфически российское явление, а общемировое. Но, конечно, в ситуации политической несвободы и высоких рисков за неправильное высказывание люди предпочитают не разговаривать ни с какими опрашивающими инстанциями. Это понятно. С марта 2022 года процент отказов, по оценкам социологов, превысил 90%. То есть из 10 людей, к которым обращаются, 9 вообще отказываются. Разговаривает также некоторое количество тех, кто начинает отвечать на вопросы, прекращает это делать, как только разговор заходит о чем-то рискованно политическом. Поэтому полезно про это помнить, когда нам говорят, какой-то процент россиян поддержал тот, то это процент тех, кто в принципе согласился разговаривать с социологами. Так вот, учитывая все эти сложности, надо иметь в виду еще и вот какой дополнительный фактор. Отъезд или внутренняя миграция, конечно, способствует тому, что в публичном пространстве, в том числе и в публичном пространстве, в котором респонденты отвечают на вопросы, остаются одни только лоялисты. Они, во-первых, остались на месте и никуда не поехали. Во-вторых, у них меньше всего резонов боятся, потому что они дают правильные ответы на вопросы, социально одобряемые ответы. Поэтому только они и слышны. Даже учитывая все эти названные обстоятельства, мы видим, как после 21 сентября картина, представляемая нам в зеркале опросов общественного мнения, действительно радикально поменялась. В каком отношении она поменялась, в каком осталась неизменной. Резко вырос уровень тревожности. Посмотрите опросы Фома на тему настроения окружающих вокруг вас, скорее тревожное или скорее спокойное. Это очень выразительные графики, вот эти вот две кривые, спокойствие и тревожности, похожи на такую раскрывшуюся пасть каркадила. То есть до этого момента, в особенности летом, люди как-то приспособились к происходящему, поняли, что ничего особенно, вроде как, катастрофического не произошло. И появился даже такой, знаете, такая эйфорическое состояние. Вот ждали, что сейчас всех накроют ядерной волной, вроде как все остались живы, вроде как даже и не надо драться в очереди за мерзлой картошкой. Так что все радуемся. Вот летом был такой медовый месяц. Буквально все все одобряли, по крайней мере все респонденты. Всем все было замечательно, настроение было хорошее. Все это закончилось 21 числа, когда вот эта самая кривая тревожности резко пошла вверх, а кривая спокойствия резко пошла вниз. А, собственно, на ответы на вопросы типа, так ли вы хорошо относитесь к президенту, как он того заслуживает, и поддерживаете ли вы специальную военную операцию, или вас посадить на 15 лет. В общем, тут есть влияние, но оно не так ярко выражено, оно не такое катастрофическое. Действительно, поддержка снизилась, это видно, повысилось число тех, кто считает, что цели специальной военной операции не достигнуты, и кто сетует на то, что она продолжается слишком долго. Вообще вот эта вот самая затянутость, это претензия, которую мы слышим в вопросах, начиная с мая. Уже тогда люди начали испытывать некоторые нетерпения, вот пора уже какой-то продемонстрировать результат всей этой, так сказать, специальной военности и операционности, а результата никакого и нет. Но вот после сентября эти беспокойства стали еще более распространенными. Также закончился осенью летний потребительский оптимизм, когда люди полагали, что худшее позади, что в будущем их материальное положение, материальное положение их семей станет лучше, а не хуже. Все это после 21 сентября тоже завершилось, если я не ошибаюсь, 89% опрошенных. Это по данным проекта Russian Field, русское поле социологической службы, 80% опрошенных считают, что финансовое положение их семьи в ближайшие полгода ухудшится, а не улучшится. То есть это тоже очень такое заметное влияние. Также мы видим распространение настроений тревожности на ту демографическую группу, которая до последней поры наслаждалась жизнью интенсивнее всех, а именно на пожилых. Как известно, все происходящее вызывает максимальное одобрение в возрастной категории 65+. 55+, если брать более общо, но на самом деле 65+. Им все очень нравится, и они чувствуют себя наилучшим возможным образом, проявляют максимальный оптимизм, как экономический, так и политический. Так вот, после сентября внезапно по какой-то причине, о которой можно только догадываться, до этой возрастной группы стало доходить, что что-то идет не так. Они стали испытывать тревожность. Еще, конечно, этот уровень тревожности не сравним с тем, который испытывают их дети, особенно внуки. Но, тем не менее, вот эта счастливая жизнь в пузыре образуемым телевизором, видимо, как-то была нарушена событиями 21 сентября. Сразу скажу, что после объявления об окончании мобилизации, скажем так, рост тревожности прекратился. Но никакого возвращения на уровень до сентябрьский или там уровень середины сентября мы не видим даже приблизительно. Тревожность, пессимизм, дурные ожидания остаются на, скажем так, самом высоком уровне с начала года. ...комитета по обороне вдруг в интервью одному из российских СМИ говорит, вот Москве выдали минимальное мобилизационное задание, и то они только наполовину его выполнили. Вот Москва-то какая гнилая у нас оказалась. Если бы не подобная болтливость депутата, мы бы, конечно, никогда не узнали этих удивительных подробностей, потому что, я напомню, в указе президента никаких количественных параметров не приводится. Цифра 300 тысяч, о которой много говорят, которую часто повторяют, взята из ниоткуда. Она произносится официальными лицами вроде пресс-секретаря президента, но ничем документационно она не подтверждена. Седьмой пункт указа об объявлении частичной мобилизации для служебного пользования. Что там написано, мы не знаем. Может быть, там вообще нет цифры. Может быть, там, например, военно-учетные специальности или что-нибудь еще. Если там цифры, то мы их тоже с вами не видели. То есть у нас нет представления о том, сколько надо было набрать, и у нас нет, конечно, представления о том, сколько набрали. Существуют различные методы подсчета. Ну, например, существует аналитическое исследование медиазоны, которые судили по количеству браков, заключенных в ЗАГСах по ускоренной процедуре. Как известно, мобилизованным было разрешено заключать брак в день обращения. И, ориентируясь на эти параметры, медиазона предполагает, что по России было мобилизовано около 500 тысяч человек. Это больше названной цифры в 300 тысяч. Есть другие оценки, которые говорят напротив, что было призвано меньше, потому что, ну, например, Чеченская республика отказалась участвовать в мобилизации вообще, мы это помним. Она сказала, что уже все свои задания на 200% выполнила. Москва, если верить депутату, выполнила половину. Что с остальными, мы не знаем. Может быть, было призвано, наоборот, меньше человек, и было решено свернуть быстрее всю эту лавочку, потому что она вызывает народное недовольство, а кроме того, перенапрягает саму административную машину, как военную, так и гражданскую бюрократию, которая не может больше справляться с этой работой. Кроме того, конечно, надо было, по крайней мере, приостановить мобилизацию на период осеннего призыва, который обычно идет три месяца, а в этом году два месяца с 1 ноября по 31 декабря. За это время нужно призвать на регулярную срочную службу около 120 тысяч человек, и этим, естественно, занимаются те же военкоматы, которые были заняты мобилизацией. Поэтому от мобилизации их надо было освободить. Мы с вами должны будем смотреть внимательно за тем, что будет происходить, например, в начале следующего года, что будет происходить в последующие месяцы. Потому что если верить, опять же, пресс-секретарю президента, 300 тысяч человек набрали, как он говорит, и больше не нужно, это значит, что если от этих 300 тысяч останется меньше, то их надо будет добирать. Если у нас есть, так сказать, необходимость иметь пул в 300 тысяч человек, значит, если оттуда сколько-то выливается, туда сколько-то должно быть добавлено. И придется идти по тем же самым, так сказать, грибным местам за новой порцией грибов. Скажите, пожалуйста, стоит ли ждать каких-либо послаблений со стороны властей, чтобы повысить поддержку, лояльность? И что это может быть? Мы знаем, что администрации всех уровней внимательно следят за общественными настроениями, я бы даже сказала, нервически внимательно за ними следят, постоянно проводят свои собственные опросы, закрытые и открытые, с тем, чтобы как-то вообще понимать, что там у людей на уме. При остановлении частичной мобилизации, то, как это было сделано. И, кстати говоря, последующее поощрение Сергея Собянина, который досрочно и не ссылаясь ни на чье мнение, ни на министра обороны, ни на верховного главнокомандующего, объявил об окончании мобилизации в Москве. И не просто об окончании, а о том, что в полночь все повестки превращаются в тыквы, то есть проявил некоторое самоправство. После этого был вознагражден постом главы координационного совета, координационного органа в государственном совете, то есть такого координатора всех остальных регионов. Так вот, этот пример говорит о том, что такая успокоительная тактика является правильной, что она поощряется. Губернаторы именно так должны себя вести. Мы также видим, как губернаторы очень быстро встречаются с, например, группами родственников мобилизованных, которые чем-то там недовольны, вот их не разгоняют. Понимаете ли, ОМОН, ОМА, приглашают их поговорить, что, в общем, не очень типично для последнего периода российской внутренней политики. Так вот, исходя из этого, мы видим, что людей стараются, насколько это возможно, сильно не раздражать. А главным, видимо, основным инструментом успокоения по традиции являются выплаты. О них тоже очень много говорят, с ними есть разнообразные сложности в разных регионах, они обставлены всякими бюрократическими хитростями, завязаны на то, подписал ли мобилизованный контракт, если подписал, то когда, после какой даты и на какой срок. Но, тем не менее, вот обещание 195 тысяч сразу, а потом еще сколько-то должно, видимо, людей как-то, так сказать, согреть. Также есть возможность, как нам разъясняет Министерство обороны, семьям мобилизованных получать эти деньги, если они так решат. Это тоже все, так сказать, проявление социальной заботы. Кроме того, губернаторам поручено поддерживать эти самые семьи еще и разными другими способами, что, конечно, регионы будут стараться делать, исходя из своих финансовых возможностей. Вот пока так выглядит, так сказать, политика национального примирения. И последний наш вопрос. Насколько велика вероятность, что будет новая волна мобилизации, или как раз ухудшение этих самых настроений общественности не даст запустить новую волну? Это вообще является стоп-фактором? Если мобилизация была вызвана военной необходимостью, то с уменьшением по естественным причинам числа мобилизованных их надо будет, видимо, добирать. Мне об этом судить трудно, поскольку это не моя сфера компетенции, но если вот нужно 300 тысяч, а то, наверное, когда эти 300 тысяч как-то сжимаются, то надо этот резерв пополнять. Если мобилизация была вызвана необходимостью скорее политической, или если военная цель достигнута или недостижима, в данном случае это все равно приводит к тем же самым последствиям, то можно больше уже к людям, что называется, не приматываться. Понятно, что организационно и политически вторая волна мобилизации будет гораздо труднее первой. Люди уже знают, куда их отправляют, люди уже знают, какова судьба предыдущих мобилизованных. Все те, кто по убеждениям, либо по наивности, по корысти хотел пойти, уже пошел, либо контрактникам, либо добровольцам, либо мобилизованным первой волны, остались наиболее, скажем так, недоверчивые, те, кто идти не хотел. До них добраться и их как-то приволочь в военкомат будет, в общем, трудно. Станет ли это ограничителем для тех, кто объявлял мобилизацию? С одной стороны, может быть, и станет. Мы видим, что наша политическая система все-таки хочет выжить, а не совсем, так сказать, разбить себя с разбегу об стену, хотя такие попытки тоже наблюдаются. С другой стороны, и перед объявлением мобилизации нетрудно было догадаться, что она будет и трудна в исполнении, и непопулярна, что называется, в народе. То есть и для граждан, и для самой административной машины это будет тяжелая процедура. Но все-таки решились на это пойти. Видимо, все-таки очень сильно надо. Если очень сильно надо, то будет надо и в дальнейшем. Если этот опыт будет признан неудачным, то его постараются не повторять. Я понимаю, что все это в качестве прогноза звучит в высшей степени неопределенно, но это все, что мы на сегодняшний момент можем честно и рационально сказать. Хорошо, спасибо вам большое, что уделили нам время. Спасибо вам, что работаете.